Управляющие компании Московского района задолжали ресурсоснабжающим организациям больше 700 миллионов рублей. Жилищный комитет поставил жилком сервисам двойку за плохую работу с неплатильщиками. В Московском районе 1278 жилых домов. Больше половины из них находится под управлением трех жилком сервисов. Их суммарная задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на 1 июня составляет свыше 730 миллионов рублей. В лидерах первой жилком сервис он недособрал жильцов 383 миллиона и получил двойку от жилищного комитета. Вице-губернатор Николай Бондаренко настоятельно рекомендовал управляющей компании перейти на программное обеспечение вычислительного центра государственного унитарного предприятия «Жилищное хозяйство». ВЦКП полностью перестроилась под нужды управляющих организаций. Оперативно отрабатывает любые запросы. Обеспечила прозрачность расчетов с РСО. Нужно использовать эти возможности и работать на результат. Главным способом борьбы с неплательщиками может стать ограничение водоотведения, то есть попросту установка заглушки в унитаз. Также нужно уметь выявлять резиновые квартиры и площади, где никто не живет, и сопоставлять суммы, выставленные ресурсоснабжающими организациями, с реальными финансовыми потоками, полученными от жильцов.